Сегодня 1 октября выпускаем сама большой пруд зимовать. Основной пруд большой. Как вы уже догадались это канал Ярпруд и рассказ об экспериментах по зимовке различных рыб. В садовом пруду в условиях Ярославской области. Это очень важно, так как просматривая различные каналы, люди пишут, что у них там все зимует. И карпы, и кои, и толстолобик, и амур, и чуть ли не осетр с белугой. А потом приглядываешься к каналу, а там либо Краснодар, либо Украина. В общем, у людей там не каждую зиму и лед-то бывает. А если и бывает, то на 1-2 месяца сантиметров 10 толщиной. Это, конечно, не сравнить с полугодовалым льдом толщиной 50-60 сантиметров в нашем климате. Такую зимовку перенесут немногие. Итак, начнем с сама. Он сидел в отдельном прудике, так как в основной ранее мы запустили карпов. Вот как это было. Выпускай по одной. Лови, лови, аккуратненько. Только сама не нырни. Вот, ее подними вверх, чтобы на камеру ее было видно, а потом опускай в воду. Так ты не в эту воду-то. В пруд давай лови еще раз. И в пруд ее кидай подальше. В пруд. Тогда все, она ушла. Они не хотят в руки ее. Они в руки не хотят. Они же не знают, что их выпускать. Давай кидай. Ага, все, вижу. Молодец. Как салют. Так, спасение. Иди сюда, моя лица. Азиарин. Азиарин! Литв я ловлю. Ловлю. Давай кидай. Кто не видел ролик про запуск карпов, смотрите по ссылке. Минус три. Сегодня минус три, а января сегодня какое-то шло. Двадцать седьмое. Двадцать седьмое января. А где у него батарея, что он работает? Вот, провода работают. У меня же электричество теперь появилось на даче. Как вы видите, наступила зима. И чтобы карпы и сомни задохнулись подо льдом, была сооружена незамерзающая лунка. При помощи эструдированного пенополистирола и пары аквариумных компрессоров. Ну, а сама с легкой руки подписчика назвали Семен Семенович. А про мои эксперименты с незамерзающей лункой я расскажу в другом ролике. А пока у меня в большом пруду зимуют карпы и астраханский сом, которого я самолично поймал и привез за полторы тысячи километров в Ярославль. Если вы не видели видео про вылов Семен Семеновича на Ахтубе, то смотрите по ссылке. Ну, а в маленьких прудиках, которых я накопал аж 10 штук, у меня зимуют декоративные цветные караси и мои гибриды кометы караси, а также золотые лени. Видео про их запуск смотрите также по ссылке или в плейлисте моего канала. Правда зимуют они в более спартанских условиях, без незамерзающей лунки, так сказать в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, так все эти рыбки просидели в прудах до весны, а весной пришла пора проверять, кто как перезимовал. Весной, как вы помните, при попытке поймать водяных крыс в крысыловку, попалась птичка. И чтоб бедное существо не погибло напрасно, решено было использовать ее в качестве приманки на сома, так как некоторые специалисты по рыбной ловле утверждают, что сом хорошо ловится на цыплят. Предварительно перья их опаливают огнем, чтобы оставить голую кожу. Видимо, это связано с тем, что в Астрахани часто выгорают целые острова сухого тростника. Соответственно, и птички, которые там вели гнезда, погибают, падают в воду и становятся добычей сома. Ну вот я в пруду и проверю, не байкали все это, и действительно ли сом позарится на поджаренную птичку. Сначала я положил в вершу птичку с перьями, но в вершу никто не попался. Затем я вытащил птичку и опалил ей перья, и снова забросил вершу в пруд. И вот прошла пора ее проверять. Как вы видите, результат налицо. В вершу попался сом и пару карпиков. А птички верши нет. Значит, сом все-таки ее съел. Значит, зимовка сама в пруду все-таки возможна. Эксперимент прошел удачно. Вот он, Семен Семенович во всей красе. Сомик позеленел, стал в пруду зеленоватого цвета. Был черноватого, стал зеленоватого. Но, что мы говорим, что он перезимовал в пруду. Сейчас померяем длину. Длину сколько он стал? Длину. Длину. 55 сантиметров в длину 55 сантиметров в длину стал Сомик А птичке не оказалось Птичку он все-таки съел Красивые пятнистые бока Выпускаем Сомика в маленький прудик Где нет рыбы Но так как Семен Семенович за год подрос не сильно То в этом году помимо лягушек Я к нему в прудик запущу маленьких карасиков Для улучшения рациона Ну а теперь о зимовке цветных карасей Которых я запускал в маленькие пруды Прошлой весной Кто не видел ролик Смотрите по ссылке Вот таких вот карасиков Я запускал в 4 маленьких естественных прудика И пришла пора весной проверить Перезимовали они или нет Насколько я не вглядывался весной в воду Так никого я и не увидел А когда вода стала прозрачная до дна То стало ясно Что ни один карась не перезимовал Не было видно ни карасей в прудиках Ни их трупиках Ну а теперь о черепашке Яппи Прошлым летом она мирно грелась на солнышке И прекрасно перенесла первую зимовку Несмотря на замор карпа в Кои Однако ближе к осени Я черепашку пруда перестал наблюдать Я сильно не переживал по этому поводу Так как перед первой зимовкой было так же Однако этой весной Я таки не увидел привычной картины Греющейся на солнышке черепашки Стало ясно, что Яппи в пруду нет А так как ее панцирь я тоже не увидел Стало понятно, что черепаха все-таки Уползла из моего пруда Скорее всего это было связано с запуском Пяти килограммов карпов Которые просто съели всех жучков, личинок И головастиков в пруду подчистую И черепахе просто нечего было есть Поэтому она уползла в другой водоем в поисках корма Ну что ж Яппи Прям как лягушка-путешественница Уползла осваивать новые горизонты Можно лишь пожелать ей удачи в новом водоеме Пришла пора проверять зимовку золотых линей А заодно пересадить их в другой прудик Так как этот прудик я собирался покрыть пленкой Ну в этот раз удача В вершу попалось два линя из четырех запущенных Значит линь намного лучше переносит зимовку В отличие от цветных карасей Только почему-то у них какие-то черные пятна Надеюсь это не заболевание Нет это не заболевание Это какие-то они просто не полностью золотые С черными пятнышками Из спущенного бурза вот был доста линь золотой Который не выловился Два линька я выловил раньше Еще один золотой линь с черными пятнами Вот выловил сейчас из этого маленького прудика Как и с кометой карасями Со временем окрас меняется и у линей Были линьи чисто желтые, без пятен И цвет бледно-бледно желтый А через год стали ярко-оранжевыми И появились черные пятна Ну что ж, будем наблюдать дальше И из четырех линей перезимовали три Неплохой результат Он уже быстро обратно заполняется водой Можно заметить, что здесь почти отвесная стенка У бруда А с этой стороны оползали Стены Под углом А с этой стороны Причем-то как была отвесная Так отвесная и осталась Не сползала Будем кормить сама Карасями Отборными Один ушел Отборными Карасями Желтыми Золотыми Ничего себе Карась непростой Карась Золотой Самого нужного размера Все пойдут на корм Самым Выпускаем корм Для сама 30 карась Как говорится Продолжение следует Кому понравилось видео Подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok